Такая мера господдержки, как социальный контракт, за минувший год доказала свою эффективность. В нашей республике их было заключено более 200, а в нынешнем году планируется реализовать еще более 400. Казалось бы, все хорошо. Но кроме благодарности в социальных сетях успели появиться и негативные отзывы о работе социальных служб, которые занимаются их оформлением. Пишут, что в управление соцзащиты города Черкеска не попасть без QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. А главное, для подачи документов или получения консультации по этому вопросу в ведомстве выделен всего один рабочий день в неделю. Что касается QR-кодов, это общее требование, и обойти его невозможно. А вот сдать документы на заключение соцконтракта можно не только в управлении соцзащиты по средам, но и в любом МФЦ с понедельника по пятницу включительно. Социальный контракт это такая мера, которая требует большой работы и предварительной, и после заключения контракта специалистов. Специалист проводит и первичную консультацию, собирает пакет документов от заявителя, составляет программу социальной адаптации, готовит пакет документов на рассмотрение межведомственной комиссии. То есть большая предварительная работа проделывается, и после заключения социального контракта, если это заключение одобрено будет межведомственной комиссией, опять же специалист контролирует исполнение этого социального контракта. То есть деньги предоставляются на определенные цели, эти цели определены и в контракте, и в программе социальной адаптации, и задача специалистов также проконтролировать целевое использование этих средств. Это значительный объем работы, который реализуется за рамками приемного времени. В приемное время специалист только принимает документы, осуществляет первичную консультацию. Вся остальная работа, вся остальная рабочая неделя как раз распределена по исполнению вот этих обязанностей.